всем доброе утро у нас сегодня суббота я уже постиралась обожаю когда висит белье сушится вот так вот именно вот так на веревках сушится белье вчера мы занимались уборкой в нашем вот этом огородном доме кстати вчера было 25 марта и у меня был день рождения мне исполнилось 39 лет целых 39 на следующий год будет 40 но я вроде бы еще молодая еще угуго вот в общем порядок мы тут навели здесь теперь все идеально я пол подмела все выкинули здесь мы тоже порядок навели помните здесь у нас стоял такой стол стол еще со старой квартиры которая настояла в столовой хороший был стол вот действительно хороший стол настоящего дерева цельный чуть-чуть лакированный никто его не захотел я предлагала пришлось выкинуть поэтому рома брал на работе автобус и мы автобус в общем стол выкинули на такая есть мусорка где ты вывозишь свой мусор который тебе не нужен вот что мы будем делать сегодня сейчас рома приедет с работы и мы будем делать наш забор да мы будем делать наш забор я вам сейчас этот забор покажу у нас тут с этим забором честно вот целая дискуссия правда целая дискуссия вот он вот он вот этот забор мы его ставим за свои деньги за свой счет потому что да потому что мы это делаем для себя из-за соньки в общем из-за нашей собаки мы это делаем потому что она везде убегает здесь лес здесь ничего не открыт не закрыто территория открытая поэтому она убегает и нам будет комфортно здесь сидеть и чтобы за ней не смотреть не приглядывать не думать где она убежала не убежала она всегда будет тут и никуда не убежит поэтому мы забор этот ставим за свой счет что-то спрашивал хозяйка оплачивает или мы мы ставим за свой счет вот тут как-то значит приезжали родители и мама говорит нам надо его это маленько подальше забор типа вот до вот этой лестнице яри нет меня устраивает то что он стоит здесь и все вчера значит я мы тут убирали себя в домике вчера и я вот ромки говорю завтра будем делать забор забетонируем все он будет нет что-то мне год он не устраивает как он тут стоит посередине этого нашего участка надо вот туда подальше я люблю блин ты как тёси если тоже приезжала сказала чтобы вот туда подальше сделать поэтому он час приедет мы подсчитаем сколько нам нужно вот таких вот маленьких заборчиков поедем искать его по магазину хотя вот этот весь забор мы покупали с amazon но очень долго идет и мы не хотим ждать поэтому по этим по магазинам если мы найдем такой же то мы купим и уже сегодня у нас будет забор да будет забор и еще заеду в кошачий магазин куплю пушку новый туалет во-первых от кошачьей мочи проедается пол вот этого лотка он такой как налет такой он ничем не отмывается не оттирается этому горшку уже сколько сколько пушку вот в августе будет пять лет вот и я куплю ему другой новый и побольше для более крупных кошек которые знаете есть вот маленькие лотки есть большие потому что у пушка вон такой с крышкой и там ему тесновато я могу куплю побольше сколько тут горшочков всяких разных всяких разных горшочков мне нравится центершоп недорогой магазин недорогой и все есть для огорода все что нужно все что нужно хорошо что у нас его скоро откроют вот где раньше был старый магазин фигель там сейчас будет центр чтобы его уже переделывают так что скоро будет у нас и не придется в кирн постоянно ездить вернулись еще в магазин взялась такую землю внешне хватило и мне нужны вот такие вот мелкие камешки в общем получилось как два были вот такие вот с дугой вниз и два мы взяли вот с дугой вверх вообще нам нужен был вот такой вот но не было больше поэтому взяли два таких два таких будем как-то в общем комбинировать все мы наши дела закончили мне жарко у нас уже вечер а мне жарко в общем все вот здесь смотрите стоит в общем вот этот вот забор вот здесь забор вот здесь забор в общем у нас территория теперь большая здесь чтобы соньки не выбегать в общем прекрасно ходила сейчас гулять сонькой иду гуляю иду в общем с ней едет машина соседка которая вот чуть дальше живет через пару домов останавливается ну что будет пушок нашелся я гры нашелся был в подвале в общем все хорошо все это все хорошо он дома домой прихожу ром говорит очагу это у нас теперь весь наш район в айрбах будет спрашивать пушок дома или нет почему сейчас приходил мужик с собакой это вот про которого я вам говорила который охотник я у него тоже и было он приходил со своей собакой и спрашивал ну что ваш кот нашелся а то вот у меня какой-то в огороде бегает и для меня он незнакомый вижу его первый раз поэтому вам сообщаю ромка тоже все наш код дома слава богу сейчас я камеры переверну покажу вам еще раз забор в общем смотрите вот забор вот так вот под над этой лестницей до конца загона потом где мы еще поставили вот здесь вот потому что позволь не перебегала и поставили еще между кустами и вот концом дома все красота теперь раздолье это я буду потом заниматься не знаю когда у меня будет время девчонки это какая-то катастрофа с этими животными сейчас внезапно вечером стало плохо соньки она сегодня у нас целый день не не ходила по большому не вообще-то находит два раза в день а это ни разу и сейчас под вечер она такая стала какая-то неугомонная вроде бы и хочет лечить а у нее не получается и отрунулась до живота она попыталась меня как бы заскулила и попыталась меня укусить я начала беспокоиться стала искать врача но есть же аптеки которые работают вот в позднее время 24 часа стала искать такого животного врача как вец врача у нас такого нет вроде бы стоит в биркенфельде 24 часа сервис но там как всегда туда в общем там никто не берет трубку там сказали мне как тип автоответчик свяжите сначала со своим лечащим врачом какой лечащий врач час выходной а сейчас выходной сейчас у нас конец субботы вот нашли телефон в трире позвонила в трир там говорят мне вы попали в клинику если у вас какие-то проблемы что-то случилось вот по этому телефону вы нас найдете в экстренном случае а у меня же экстренный случай даже выходной в общем я туда позвонила мужчина взял трубку я объяснила все соньки на симптомы он сказал то что нужен вы можете конечно ко мне приехать я говорю во первых мы живем от вас 70 километров а сонька просто не доедет она не ездит на машинах ей плохо ее рвет и укачивает она задыхается на интенсивно дышит а еще сейчас такое вот состояние сейчас опять было как будто вот ей рвать охота и в общем непонятно что с ней сейчас происходит вот он готовит я вам посоветую как вы рассказываете что вы дотрагиваете до живота а у нее боли я вам посоветую на волгин на волгин капельки он спросил сколько соня весит я сказала он по-моему сказал три капельки ей все я тут давай я в аптеках я могу его купить потому что аптеке у нас есть аптека одна на весе дорога штанг который работает по ночам все аптеки меняются но одна какая-то работает я я могу в аптеку поехать и купить он сказал это лекарство только по рецепту значит вы не можете я надежда я возьму его это лекарство все давай ватсапе искать всем писать под просто нажала вот вот все свои контакты и давай всем спрашивать там лена таня наташа если у вас на волгин кто-то пишет я такое не знаю я сама такое название не знаю но в общем нашли на волгин ромка с поехал с этим лекарством я хотела ехать он будет нет оставайся ты с ней вдруг станет ей плохо хочу я буду делать а ты как-то ну больше в этом фурычишь в общем сидим ждем сонькой на волгина буду я давать на волгин будем лечить если так будет да соня не знаю в общем что тут с нами происходит это мы не какаем да соня девочка моя тут за этого пусть они переживали вот он лежит красавчик а тут это сонька еще да а тут еще и сонька а я утром с ней пошла гулять думаю что-то пописать пописала больше ничего не сделала думаю странно ну ладно все они собаки как 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 дети маленькие накормил все рукцов сразу все вышло она покушала и тоже не ничего и вечером есть не гулять ходила не нифига но сейчас хотя бы дадим обезболивающее массаж и делала массаж я его делаю вот так сверху и еще вот с поднизу она вся трясется сильно в общем ждем у нас с воскресенья вышли сонькой на прогулку как у соньки дела . такая была у нас неспокойная в три часа она захотела в туалет но у нее ничего не получилось она вроде бы хочет пробовать стонет а не может я давай ночью есть три что ли это было ночью массаж и и делать она позволила но так развалилась она и не на спине лежала и не на боку как-то так посередине в общем позволила мне сделать ей массаж я и делаю она стонет видать легче и становится потом она уснула я равно все с вами пойдем туда баечки будем ложиться спать и баечки легли с ней спать все она уснула и вот ночью она еле-еле ходила на вот еле-еле вышла на улицу она двигается очень так плохо утром встала такой живчик и я так подумала что видать к утру вот это вот подействовала капелька врач сказал дать три капельки на вес сонькин но я не рискнула в этой бумажке где описание на сколько капель давать там вес это же таблетки для для людей и там стоит ну для новорожденных там до 9 килограмм от 1 до 5 капелек а он сказал три капельки какие нам три капельки на весь там как маленькая курочка в общем я дала я только одну каплю и вот я так подумала что это одна капля подействовала только вот под утро потому что значит живчик нормально бегает все но повторюсь что ничего на нить не делала не такой же живот злитый завтра утром сразу первым делом к врачу конечно если бы она нормально себе вела в машине бы не было и так плохо не задыхалась бы не интенсивно дышала мы бы еще бы ночью поехали в трир но с ее с такой этой тут такая у нее же проблема и еще раз если машине ехать мне кажется она не доедет поэтому завтра утром уже поедем к нашему врачу ну что моему счастью нет предела всеми силами всеми возможностями мы это сделали это было что-то с чем-то я говорю у меня счастья нет предела за не так переживаешь я никогда не думала что я так будут переживать трястись и не так будет тяжело и больно за своих животных не знаю их так жалко иногда в таких ситуациях жаль чем вот человека человек тебе скажет где что когда почему а животное ничего тебе не объяснит где болит почему болит как болит и ты не можешь понять и она на тебя вот так смотрит такими глазюками типа помоги а ты не знаешь как но я понимаю что я там животик болит массаж все а ну в общем сейчас еще раз не пошли прогулялись и и все получилось ой господи а мы сегодня собирались в три ехать кроме ным родителям на дачу там погрели чуть-чуть и я говорю нет я никуда не поеду куда я так поеду собаку оставлю дома не знаешь что с ней случится поэтому я никуда не поехала мы сейчас сонькой будем наслаждаться тут погодой и мне еще нужно будет я вот горшки еще приготовила висят я же землю вам показывала что купила сейчас приготовлю землю в эти горшки кстати у нас один картон одна упаковка с этого забора осталось поэтому вот она целенькая в упаковке мы и даже не открывали на у нас лишнее поэтому я ее сдам завтра и возьму себе подарочную карту не знаю может быть может быть еще один такой где в общем стул может быть такой вот еще один возьму показываю стулу этот свете нами пишет на хрена тебе этот стул как на хрена вот и приедешь на его и сядешь зачем вот вы приедете слюда и сядете одна сядь на другой стульчик а другая на другой стульчик а я на эту вот качельку и красота будет так что куплю еще один наверно стул тем более деньги не дают только подарочные карты так что возьму наверное еще один стул вот она моя красота моя красота моя ты девочка моя ты соня все животик больше не болит нет не болит у нас животик не болит да соня соня тоже была бессонная ночь до сегодня до моя девочка до моя сладкая моя ты красивая горшочки готовы мы еще во вчерашнем магазине купили черную краску я хочу покрасить этот горшок в черный цвет и вот эти вот клумбы в этом году они уйдут у нас наперед туда где стоит лавочка я потом не часто попозже чуть чуть это должен быть ромка дома быть чтобы их поставить туда с марселька утащат туда в общем вот эти вот горшки тоже землей приготовила в общем скоро будут цветочки но я на этом с вами буду прощаться всем большое спасибо пока пока